А сегодня мы предлагаем вашему вниманию, на мой взгляд, очень любопытный материал о карате. Вернее, это одна из разновидностей карате, наиболее адаптированная к боевым условиям. Удары в голову, подсечка, бросок, добивание. Это Ашихара карате, стиль, созданный мастером Хедеюкой Ашихарой, собравшим все самые эффективные из техники боевых искусств по принципу к победе кратчайшим путем. Поэтому поединки здесь не продолжаются дольше 10 секунд. Причем, обратите внимание, бойцы бьются жестко, но не жестоко. Контролировать эмоции учатся во время вот таких медитаций. Чтобы победить, нужно сохранить равновесие как духа, так и тела. Тот, кто равновесие потерял, проигрывает. Вовладя из равновесия в верхнем уровне, да, лишаем его возможности. Сделать, нанести сильный удар еще. Ага, еще. И в то же самое время все условия создаем для нанесения встречного удара. Еще удар. И раз. Ну, естественно, бросок, добивание. Ну, а там дальше болевые. Вашихара карате – главная победа. Поэтому здесь учат не идти на пролом, а действовать гибко и вдумчиво. И при этом на бешеной скорости. Ведь все решается за считанные секунды. Бойцы не зацикливаются на заученных технических комбинациях. В схватке постоянно пробуются все новые и новые действия. Арсенал приемов дает такую возможность. Здесь есть самые разнообразные удары. Руками, ногами, коленями и локтями. Изучают Вашихара и удары по жизненно важным точкам. Но из всего этого разнообразия победу приносит только один прием. Какой именно, никто заранее не знает. Потому и пробуются разные варианты. Первый раз не получилось, да? Первый раз не получилось. Если мы недостаточно высекаем, то значит нужно продолжать свои действия. То есть раз, два, три, и четыре, и пять. Недостаточно, да? И шесть, и семь. Поскольку поединки Вашихара карате скоротечны, для тренировки выносливости в реальном бою здесь есть специальный метод. Боец отражает по очереди атаки нападающих всей группы. Так может продолжаться долго. У нападающих есть время передохнуть. У того, кто защищается, на отдых ни секунды. Обратите внимание, большинство связок заканчиваются броском. Это не характерно для привычного карате. Но именно так эффективнее всего заканчивать поединок в реальной боевой ситуации. Раз, два, три, и вывести из равновесия. А тут уже по ситуации. По ситуации, если не идет, да, значит, ну тогда в обратном направлении должен пойти легче. Понятно, да? Обозначили добивание и поменялись. У нас есть и те люди, которые, ну, в сегодняшней передаче они за кадром. Потому что, ну, они не могут показать, как бы, свои лица. Потому что именно они работают в МВД, ФСБ, так как методика преподавания в Ашихаре карате позволяет. позволяет и дает знания, которые, и умения, которые людям именно помогают в их работе. В реальном бою, если все сделано правильно, болевого противника уже не почувствуют. Ведь это Ашихаро карате. Быстро, жестко и эффективно. Ши! Ищем!